Ну ладно, друзья, я пошёл, как бы, ну, всё-таки, рассказчика прогнали, до свидания. Всем привет, дорогие друзья, с вами Блод Ленос, и сегодня мы проходим невероятные приключения Трояна 2, и тут играет такая охеренная музыка, что просто у меня слов нету. Ну, это музыка из Джеймса Бонда, я уже не помню из какой части, но, блин, это такая любимая песня моя раньше была, я просто, когда играл, ой, фу, играл и смотрел, я просто сразу доставал член, начинал бить им всех рядом, кто сидел, сидела мама, бабушка, и все они, короче, сдали мне, конечно же, психушку потом, ладно, это не важно. Так что, давайте начнём игру, потому что сейчас в этой игре, да, быдло-юмор, всякая такая, плоские шутки, на экране происходит глупая наркомания, мы сразу убираем, потому что тут музыка, эта музыка может причинить вред нашим ушам, ушам, ухам, точнее. Короче, чё тут будет, если кто-то не стрелил первую часть Троян, то вы полный, я не знаю, наркоман, потому что надо было смотреть, и я не буду вам рассказывать, даже вы такие, вообще, фу-фу-фу на вас, и всё. Ладно, друзья, я шучу, конечно же, посмотрите первую часть, но это про кота, про которого, который дал пиздюлей вот этой собаке, которая валяется, он с кружкой кофе. Бруталити, я выиграл, как диван за пять, сек ободрать. У нас, кстати, мышка, как мы видим, снизу, и Якубович, картина, это, ну, какой-то пиздец, если честно. Маруся, молодец Троян, ты, выиграл снова уже в 100-500 раз. 100-500, это, блин, знаете, как, я не знаю, как написать в кружку этому дедушке. А вот мы снова вместе с нашими героями, вместе с Трояном и Марусей. Да, Марусей с прошлой части, мы там еле от мужика, от этого наркомана спаслись, который с базукой бегал за нами, рассказчик. С тех пор, как они познакомились, они вместе проводят время, ну, вместе, да, играют, гуляют, обманывают лохо, то есть, мошенников. В общем, живут душа в душу. Кстати, игру делала девушка, что самое интересное, ну, девушки с юмором, это вообще очень хорошо. Они, как и не Янь. Сейчас только утро, ты уже здесь, балабола, откуда ты вообще взялся? Кстати, сейчас действительно где-то у... А, ну да, сейчас не утро, сейчас уже день. Я только с почты пришел и подумал, надо как бы записать, потому что время, настроение есть. Потому что в такую игру нельзя играть без настроения. Это же полностью поехавший вообще майонез. Я начинаю волноваться за моего друга, с ним что-то происходит. Это Маруси говорит. Вот снова глюки. Кажется, пора ему лечиться. Он разговаривает с рассказчиком, да? А потом я бензопилаю за твою семью! Упс, Машка, отвлекся. Ну, что еще раз, сыграем Mortal Kombat Тявкин? Mortal... А, фу, Mortal Trojan Тявкин, пиздец. Я, кстати, еще видел, что есть игра Невероятное Приключение Тявкина, но это... Я не буду в это играть даже. Это уже можно поехать потом от таких игр. Хотя, если вы попросите, мне как-то не хочется. Ну и ладно. Троя, Троя, на чем мы займемся сегодня? Как и всегда, Маруся, будем гадить человечеству. Хм, с чего бы не начать? Испортить обид хозяйки, завести врагов, построить в телевизор. О боже, смотри в глаза, это мы попадем сейчас в пилу. Давайте посмотрим в телевизор. Думаю, позорить телек не помешает. Хорошая мысль, я очень редко смотрю человеческое телевидение. А что, то есть не хомячее, а мышиное, что ли? Шикарно, посмотрим, какую-то дребедень придумали эти люди. Наши герои решили посмотреть, что творится в мире. Нажав на кнопочку пульта, код и мышка увидели светящийся экран. Все спал. Сегодня мы узнаем, как нужно правильно защищать себя. Представим, что на нас напали. Не важно, как нам угрожать, защищайте всеми способами. Бензопилу возьмите, детей режьте на куски. Пожалуйста, отпустите домой. Не надо жалеть преступников. Убейте их, и вы в безопасности. Это норма. А почему у него фамилия Палышева? Ну, как тебе сказать, есть такое слово Палач. Но это уже другая история. Посмотрим, что на других каналах. Да уж, не в этой жизни. Вот этого я не знаю, что это за новости. У нас есть шокирующие кадры от одного гражданина Российской Федерации. Там плейбой лежит, или что это? После страшной аварии на шоссе молодой человек попал в ад. Вот несколько кадров, снятые видеорегистратором, которые есть у каждого русского человека. Также за кадром слышны мат и комментарии снимающего. Ты посмотри, что творит, пип, наркоман по-любому. Чё это вообще за бред? Также на видео гражданин вместе с дьяволом, ручным медведем на одноколёсном велосипеде распилили три бутылки водки и напялили шапки-ушанки. Что быстро я пытаюсь прочитать и не могу попасть вообще в эти слова. Мудак. На этом канале, как обычно, всё банально. Неужели нет нормального канала? Три рубля и шамаханский кризис. Это ПМ... СТС ПМС. Типа сегодня в 12 будет мультфильм. Три рубля и шамаханский кризис. А также за послезавтра... Да и вообще всю твою жизнь в 12 часов, да? Закрытая каталажка. В 15 будет премьера овер 9 тысяч сезона сериала Закрытая каталажка. А, это типа Закрытая школа, да? Или... Фу, я такой бред вообще не смотрю, но знаю. Просто клацаю иногда телек, ставлю на фон. Сразу 50 серий подряд с рекламой каждые 5 минут. Уральские мучения. Твоя мука, скука. В 21 будет новый выпуск уральских мучений. Твоя мука, моя скука. Это типа уральские пельмени. Я иногда их смотрю, но там, конечно, есть юмор, а есть полный бред, я не знаю. Ну, более-менее адекватно, но... Я не знаю, для... Для... Как это? Не старшего? Старшего, да, поколения, скорее. Это как... Камеди-клаб такой. Только на ПМС. Я должен найти интересный канал, блядь! М? Нет. Дом 2? Нет. Точно нет. Что смотришь ты следить? Интересно, но нет. Про кота, да? Я же сказал, тебя нет. Как она снова появилась? Боюсь, сегодня ничего интересного. Ты права, давай займёмся что-нибудь другим. Испортить обед хозяйки, завести врагов. Давайте хозяйке обед испортим. Я унюхал, что моя дебилка сварила суп. Думаю, ничего страшного не будет, если мы избавим всех от смерти. А ты... Смерти? Пишите. Всех от смер... А, типа она так приготовила. В смысле? Как обычный суп может убить человека? Ты не знаешь, как готовит моя хозяйка. Пойдём на кухню. Троян и Маруся отправились дружно на кухню творить историю. На кухне. Это типа GTA, такое, знаете, в стиле GTA. Когда наши герои прибыли в место назначения, то увидели зловещую ауру, исходящую от плиты. Осторожно подойдя к кастрюле с супом, наши герои заговорили. Вот оно, всемирное зло на планете. Тот, кто это попробует, даже в ад не попадёт. Вместе с дряхлым телом растворится и бездарная душа. Не может быть, что всё было настолько плохо. Да я тебе отвечаю, по-братски. Если не веришь, загляни. Троян скинул крышку с кастрюли. О боже, что за запах, я умираю. Из чего она делала этот суп? И о том же, она берёт ингредиенты из самых преисподней. Что уж там говорить, она душу продала, чтобы травить своим супом. Ты посмотри на это. О боже, мемчики. Посмотри на суп. А, посмотри на суп. О боже, я сваливаю. Да, друзья, мы сегодня без вайпки записываем, потому что у меня дико темно. Сейчас осень. И вообще сейчас такие атмосферные прохождения, конечно же, лучше записывать. Ну и поржать можно. То есть, в такую, знаете, серую, как бы, серость времени вам надо как-то развлекаться. Вам надо как-то поднимать себе настроение. Потому что, я понимаю, некоторые учатся, некоторые там работают. Все приходят домой, уставшие, без настроения. Вы должны посмотреть, посмеяться. И как бы я вам должен поднять настроение таким образом. И, а потом, знаете, вы насмеялись, и потом идёте и смотрите Бугимена, да. И там настраивайтесь на ночь такой. Ну, прикольно, я думаю. Даже рассказчик не выдержал. Настолько ужасен этот суп. Насколько ужасен, что даже современное отечественное кино после такого только бальзам на душу. Ты сохраняешь такое спокойствие? Как тебе удаётся? Один раз она, некромантка, споила мне свой суп. Так я впал в кому, а за моей душой пришёл сатана. Спросил, отправляюсь ли я в ад. Говорил, там будет всё. Киски, бухлон. Но я отказываюсь, отказывался. Почему же? В аду нет Wi-Fi. Ну, да ладно. Кстати, самое главное, что сегодня должно было быть. Ну, кроме того, что у Чиповского день рождения, можете его поздравить пойти. А самое главное, сегодня должны были выпустить Блуд Майонезик. Первый сезон. Но он немножко задерживается, так что будем ждать. Ну, в принципе, шедевров всегда ждут. Шедевры никогда не выходят сразу. Давай избавимся от этой отравы. От неё вообще можно избавиться? Конечно, надо кинуть в кастрюлю какую-нибудь вещь, которая очень дорога для его хозяина. У меня ничего нет. А, нет, у меня ничего нет, а вот у тебя? Что у него там? А, бантик! Пересилив себя, рассказчик вернулся. После слов в кота наш герой схватил бантик Маруси и кинул в суп. Так а Маруси нет! За что, Ирод? В супе всё зашипело и закопитилось. Сдохни, тварь! А что бантик вернулся? Она ещё и живая была? После ритуала суп издал последний крик. О боже, Хаванского вставили. Сейчас мир стал чуть-чуть безопаснее благодаря нашим героям. О боже. Думаю, надо прибраться в гостиной. Ну, ты поняла, как прибраться? Конечно. И всё-таки ты не поняла. Пойдём покажу нашего врага. Пыль? О боже. Идём уже. В гостиной. Мы убраться, в смысле, должны в том плане, что всё перевалить, переломать и тому подобное. Трояна и Маруся пришли в гостиную. Нашего Трояна всего перекосило. Я чувствую его. Чёртов урод! Маруся внимательно оглядела комнату, но ничего непримечательного не увидела. Я ничего не вижу. Про какого врага ты говорил? Ты не видишь его? Ну, ему на мышей плевать. Но я-то знаю его настоящую уродскую душу. А, ваза, типа. И вазу, типа, надо разбить, да? А чё у нас за окном вообще синий кран делает? Троян запрыгнул на подоконник. Вот он! Это же обычная ваза. О нет, посмотри поближе. Маруся прищурила глаза. О боже, ты прав. Вот-вот, чёртовый злодей. Хе-хе. Тут даже анимацию поставили. Это круто. Анимации не хватает в новеллах. О боже. Это пипец. Это рестлинг. С жопой в виде сердечка. Это полная наркомания. Троян показал вверх мастерства в боевом искусстве, победив своего врага. Мяу-мяу, мазафака. Так, ну чё мы дальше делаем там? Когда наши герои переделали все дела, которые можно было сделать, они задумались. Чем теперь займёмся? Может, было бы в тапки начать гадить? Да, тебе это дело не нравится. Пипец, даже дома нечем заняться. Но вдруг, как это часто бывает, в комнату заходит хозяйка Трояна. А вот где мой любимый Троянчик? Я как раз тебя искала. Кто-то испортил мой суп. Троян медленно поднял глаза. Такой, уй, это у неё. Она такая няша. О боже. Что это, блядь? Это что, блядь, было? Это что, богина? Пиздец, это реально? Вы чё, прикалываетесь? О боже, я след. Вызывайте сос. Это спасатели у нас, крушение. Крушение психики. Мы уже в пути. Маруся, собирай вещи, мы сваливаем. Что это, блядь, было? Спустя некоторые несколько секунд в комнату ворвались спасатели. Увиди виновника. Они прокричали. Ой, бляха, муха. Я нажал на файл, там, где этот Троян. Увидел? Увиди виновника, да. Да, тут надо священников взывать. Что за, блядь, пиздец? Посмотрите по стране. Не, я всё понимаю, но что богина в виде... Я не знаю, что это было вообще. Схватив наших героев, спасатели увидели их на улицу. На улице? О боже, вот это просто пиздец. Я вообще просто не понимаю. Мы близки к смерти. Эта ведьма хотела засосать меня своей чёрной дырой. Вот это дырище. Но нам повезло, правда? Во имя Господа, из-за дея. Ага, ёпта, всё-таки не все дыры имеют сильное притяжение. Что за рекурсия, рекурсия? О боже, мы все умрём. Что же нам делать теперь дальше? Придётся идти гулять по улице. Домой не вернёшься, так как сейчас карантин. Пипец. Давай тогда погуляем. Мы давно с тобой не дышали свежим воздухом. Я помню, как один раз шёл так же погулять. Дежавю. Да, было, когда в первой части, да? Маруся запрыгнула на голову Трояна вдвоём. Вдвоём они отправились в неизведанное. Просто пиздец. Я только хотел сказать, вагина, вагина. Ха-ха-ха, её показали на... Что там было писто, я не успел прочитать. На тропе приключений. Дорога привела наших героев на детскую площадку. А там уже корпус в пати вызывают. А тут обитают ещё одни создания тьмы. Их писк может разорвать ушные перепонки. Но если хорошие, тихие ребята. Ага, и все они или дома сидят, или в могилах лежат. Куда эти демоны их загнали? А вот один из этих тихоней. Трояна и Маруся увидели маленького мальчика, лежавшего в грязной луже. Наши герои не смогли отвернуться от чужой беды. Срать на него! Пошли! Нет, мы не можем пройти мимо, надо ему помочь. И что же я получу взамен, если помогу? Это исчадие ада, только и способно жрать, спать, плакать, какать. Жрать, спать, плакать, какать. Но, пожалуйста. На глазах мышки наворачиваются слёзы. Неужели наш герой клюнет на... То есть, плюнет на это? Козыри, пошли. Блять. Трояна, может при детях не будешь материться? Эм? Это кот, знаете, это я когда реинкарм... Реинкарнацию, реинкармацию хотел сказать. Пройду, я вот этим котом буду. Или я раньше этим котом был, не знаю. Блятушки, ребятушки, помогу вам, что пьёт за хвост. Спасибо большое. Кот и мышка подошли к малышу. Погнали подняться и почистили. Когда Троян закончил, он сказал. Ну что, Болтус, может тебя ещё слюнявчик одеть? Малыш улыбнулся своим новым друзьям. Смотрите, что я носол. О, на зов ребёнка собрали столпы малышей. Ах ты, цензура мелкий, цензура твоему мамку во все щели. Какой классный котёнок. И пуфистый. Да он просто жирный. А у меня зависло всё? А, о боже, что это Троян типа? Да я вам сейчас всех переколбасю. Смотрите, уточка сзади, кстати. Я не жирный, я пушистый. Ой, что это за дырочка под хвостик? Сейчас он туда засунет что-то. А давай засунем... Туда огурец. Нет, запретная зона! Троян сопротивлялся как герой. Моё очко! Но это ему не помогло. Спустя несколько минут... Малыши весело качались на качельках. Было так весело. Это просто котик, просто чудо. Да он просто жирный. А Троян лежал в стороне и... Я найду! Всё, я их семьёй разрежу на мелкие кусочки! Зато посмотри, как они счастливы. Они наслаждаются моим страданием, грябаные садисты. Ну, ну, не злись. Вот, покачайся на качель, успокоишься. Молись, чтоб тебе повезло. Кот уселся на одну сторону качелей. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вам ещё не надоело? Вверх, вниз. Арбуз! Что? Вниз. Дыня! Расскажите, хватит заниматься маразом. Думаешь, люди за экраном не заметили твоих шуточек? Петросян. У нашего кота было плохое настроение, но плавно покачивание убаюкивало его. Маруся была права, это прикол... Но качели резко остановились, с троян повис наверху. Что за жердя на противоположном ка... Э? О боже, опять он. Привет, мой старый враг. Только не этот псих, только не эта базука. Поздно. В смысле? Подожди. Мы качались на базу... Мы качали... Что? Мы качались на базуке. Разрази меня, лоток. О боже, ну всё, пиздец. Сейчас мы улетим. Я чё-то так и подумал, что такое должно быть. Много лет тому назад, ну то есть один месяц спустя, благодародный троян отправился в опасное путешествие. По дороге он встретил и друзей, и врагов. Но больше врагов. Среди них он встретил очаровательную мышку Марусю, которую спас от кровожадного киллера. С тех пор они неразлучны. И вот когда обстоятельство снова выгнало их на улицу, наши ожидают события наполнены экшеном, драмой, комедией, фантастиком и, ну, ещё чем-нибудь. Нас ждут невероятные приключения. Поехали. Кстати, друзья, вот эта часть не будет такой короткой, как первая. Она будет около часа. Так что мы её запишем, наверное, ну, в две серии. Я думаю, 30 минут и 30 минут будет достаточно. Невероятные приключения Трояна только начались, представляете? Вот эта игра просто, вот это вот пиздец. Вот невероятные блудики и майонезики будут, то же самое будет, наверное. Ну, там, конечно, будет красивее всё нарисовано. Тут, видите, как в пейнте просто. Но всё равно упоротая. Господи, что это? Это птица. Нет, это самолёт. Это Супермен. Да нет, это просто летящий кот. Расходимся. Да, всего лишь. После головокружительного полёта Троян приземлился в городском фонтане Который находился в центральном парке Это был мой самый длинный полёт Даже от пика От пинка я вышибал, я так далеко не летал Вот теперь я мокрый, как киска моей киски Я ужасный пример Трояна гляделся Вот представляете, как девушка такие вот Ну, то есть сценарий писала Что там за девушка? Блин, надо... Я не знаю, кто-то скидывал её контакты Но я что-то не понял, что там за контакты были Можете мне в личку написать Я посмотрю в лицо этой девушки И скажу, что ты делаешь? Это охуенно Приведя ужасный пример, Трояна гляделся Его взгляд упал на человека в яркой одежде Который наслаждался водой в фонтане И отмечу, он с ярким воображением Вы на его рожу посмотрите, типичный хиппи Да, это хиппи Йоу, чувак, как жизнь, братуха? Я тебя не братуха, обдолбанный зафил А дела так себе? Ладно тебе, чувак, есть вещи похуже, чем у тебя Да ладно, ну какие ж нарик Слушай внимательно, браток Я сейчас тебе раскрою страшную тайну Все мы марионетки В его умелых руках То есть в моих, да, ещё сейчас скажут Но если ты про неудачника за экраном, то... Нет, здесь совсем другое Он следит за нами Где мы бы ни были В фонтане, на кухне, в душе, везде И что самое ужасное Так это то, что он контролирует каждый наш шаг Туда пойти, что есть с кем общаться Если мы станем неугодны ему То он избавится от нас Утопит или сожжёт саживо Какая-то брехня, мартышка Кажется, ты в конец обкурился Это правда? Ты думаешь, почему я здесь сижу? Вообще-то, не думаю, мне пофиг Я здесь сижу, потому что он меня заставляет Также заставляет носить меня эту одежду Курить травку Да, это... До всего этого я был успешным бизнесменом Пока не появился он Мне кажется, что ты загоняешь Не веришь? Сейчас я попробую уйти отсюда И он мне не позволит Кипи встал, выбрался из фонтана И пошёл прочь Это просто недовольный утконос Проходи мимо Художник Прям как хуёжник Аааа Блин, это что за симс? Задрот Куда я пошёл? Я тебе сказал сидеть в фонтане, моя мартышка Ты будешь вечно сидеть в фонтане А потом я тебя утоплю То есть в симсах тоже Я не играл в симс, если честно, ни разу Я играл в другие подобные игры Не помню, как они уже называются Но да, там вроде бы людям нравится то Ну, топить, короче, в фонтане И в бассейнах А когда ты умрёшь, я буду играть За твоего призрака Мухаха Кипи развернулся и обернулся обратно в фонтан Видишь, не сработало Да я бы тоже обратно пришёл к фонтану А всё, почему? Потому что мы ленивые жопы Мне даже лень их вас поднять Разговор был прерван вершителем закона О, мусора припёрлись Хм, я хоть и обдолбанный Но мне показалось, что милиционер Милиционер уже полицейский Диванные войска у него на кепке написано Но в моей душе они всегда запомнились мусорами Да, честно говоря Из ментов мало нормальных Да, ну, мусора там Всякое такое Какая разница, милиционер или полицейский? Ну что, в Америке, да? Так и остались волками позорными С моей... С моей мятой Так-так, нарушители порядка И что мы делаем в фонтане? А в фонтане ли мы вообще? В смысле? Что будет, если я скажу, что мы находимся не в фонтане? Да ты наркоман, мне придётся тебя задержать То есть, если я так скажу полицейскому Он меня сразу задержит? Нормально А если это нам... А если это нам надо вас задержать? По какому это праву? Потому что у меня ваш кот Пушок? Шикарный теперь Пушок Он, конечно, похож Такой же серый, пушистый Но этот не пушистый Да он просто жирный Я не жирный, а пушистый А теперь, чтобы вернуть кота Вы должны... Хм... Станцевать балет? Делать ничего... Придётся А, делать нечего придётся О боже Вершитель порядка встал в первую позицию Как тут же заиграла музыка И полицейский пустился в танец Несколько минут Вкружился в танцевальный... Кружился в танцы невозмутивный чиновник Пиздец Теперь я смогу, наконец, набрать... Эээ... Сколько? Просмотров? Десять миллионов, что ли? Просмотр... На Юсру Ведь плавно летящие складки Это так красиво Когда-то они закончились А полицейский потребовал своего кота А теперь прошу Отдайте моего кота Как вы отреагируете на то, что котом Всё это время был я? Вот это поворот Пушок, Пушок Что тут происходит? О боже Две близкие разделённые души Теперь соединились Так хиппи нашёл место пригодное для жизни Когда полицейские с хиппи Ускакали прочь Появилась Маруся Она радостно побежала в фонтан Тараян, слава автору Я тебе нашла, а ты в порядке? В каком-то смысле в порядке Но у меня такое чувство, что мне Шатали мозги Как это? Как трубу Шатают, да? Наш кот вылез из фонтана Стряхнул всю свою воду с себя Даже после таких стряхиваний Я всё равно мокрый Может у кого в парке есть полотенце? Давай спросим Наши герои надеялись на щедрость незнакомцев Поэтому отправились на поиски Но они не успели пройти 5 и 5 метров Так как Как уже какого-то послышали Услышали, да? Или чём, блядь? Да, короче Я слышу чьи-то голоса А я слышу чё-то тявкань Опять тявкань, наверное Тараян, Маруся пошли на источник звука Да, опять он Невдалеке они увидели небольшое скопление Подойдя ближе, они увидели Опять этот олень Это был господин Тявкин в окружении светских собак Светских шавок хочу исправить Господин Тявкин увидел своего старого друга И решил его поприветствовать Снова вы Тот ужасный кот рифмоплёт И кот, который использует особую силу среднего пальца Так это он? И он не смог победить господина Тявкина Что за чушь? А, и он смог победить, да? Из-за вас моя репутация была заметно испорчена Я требую реванш Реванш? Да, запросто Как в марте всех кисок обойти Но теперь у нас будет нейтральный дуэль Теперь мы узнаем, кто из нас лучше рисует известные картины Будем калякать? Отлично Я смогу нарисовать твой портрет своим Твой портрет своим членом Типа Господи, это отвратительно Дома приступим Собаки принесли мольберты, краски и холсты Да начнёт с собой Так Ну, я не знаю Давайте крик нарисуем Вот как, неплохой выбор Вот начинается битва Кто победит в этом раунде Мы узнаем А, слушайте, мне случайно самому не придётся рисовать? А это ещё чмо, откуда? Троян, не трать время Оно ограниченное Спустя какое-то время О боже Вот моё творение Никаких отличий от оригинала Подождите, и мы же должны были это нарисовать А, или мы просто загадали? Может, отличий и нет Зато у меня оригинальней О боже Ну да, в принципе, он так То есть руки держал возле головы Смехи-хихи Это растение? Кошачья мята Отменная шняга Шняга это или нет Решать нашим зрителям Простите, господин Тявкин Но у сэра Трояна получилось реалистичнее Значит, в этом раунде Побежает сногсшибательный Троян 1-0 В пользу очаровательного кота Давайте, я не знаю Аленушку нарисуем Великолепно Моё любимое произведение Вы проиграли, сэр Троян Посмотрим Вот начинается раунд И кто выиграет, мы узнаем совсем скоро Не переключайтесь Спустя какое-то время О боже Троян Смотрите и плачет Так это не Аленушка Это кот в коробке Котеюшка Неплохо, сэр Но что? Получилось у господина Тявкина? А, он нарисовал оригинальную Как я и говорил Обожаю эту картину Невероятное сходство Давайте узнаем Что думают наши зрители Какое невообразимое сходство Господин Тявкин самый лучший Значит во втором раунде Побежает господин Тявкин Подождите В прошлый раз этот олень Нарисовал так же без различий И проиграл И сейчас выиграл Где логика, блять Суки, падлы Технические неполадки Не переключайтесь Достало время решающего раунда Кто победит Сэр Троян или господин Тявкин Это решит наше последнее задание И какое будет задание Решите вы, зрители, за экраном Вам всего лишь надо Отправить смс по номеру 1234 с текстом лох Мы конечно же говорим Что вам придется заплатить Платеж на сумму 9... Ну короче вы поняли Короче Отправляю Чего-то старинного телефона И попрошу Чтобы нарисовали портрет Какого-нибудь прохожего Я узнал, что наши зрители хотят Чтобы наши герои нарисовали Портрет прохожих Пусть так и будет А пока наши участники Ищут прохожих Мы посмотрим рекламу Кастрюля сатаны Представляем вашему вниманию Кастрюлю сатаны Кастрюля сатаны Вы можете сварить в ней Все что угодно И кого угодно Позвоните по номеру 666 И только вы сейчас Получите подарок Крышку от кастрюли И вы сможете сберечь От адской участи Своих близких Сок злой Сделанный злом Сок злой Сделан из самых гнилых Вонючих фруктов Выращенных на самой Неухоженной плантации Сок злой Сок сделанный злом О боже Мы прерываем рекламу Для срочного сообщения Сегодня в реке В реке река Обнаружили труп мужчины При нем была записка Никто не уйдет от него При мужчине не было документов Поэтому если у вас Имеется информация о нем Просьба звонить по номеру 02 А сейчас продолжение Передачи батл Между Трояном и Тявкином Вот и настал Великий момент Время наших участников Выжло А мы сейчас узнаем Что они нарисовали Сар Троян очень доволен Давайте посмотрим Что он нарисовал Любуйтесь Я сменил тактику Теперь я нарисовал Так что не различишь От настоящего И правда Как будто бы фотография А как прорисована борода У вас есть все шансы На победу А теперь посмотрим Что же успел Господин Тявкин Как сказать То есть А Нарисовал вампира То есть Его нету Я не успел нарисовать портрет Потому что он не рисуется Бла 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 Пуф А что мы там нарисовали Что-то я не заметил Так как бы господин Тявкин Не успел нарисовать портрет Побеждает Благородный Троян Снова И да О да Я снова победил А Лень Тявкин Я всегда побеждаю М Троян Что не так Маруся Я ведь победил Это конечно хорошо Только я все пытаюсь сказать Что сказать Посмотри Кого ты нарисовал Троян взглянул на портрет О боже Опять его Такие глаза Сейчас Это анимация кстати Это Это заставка Блядь О боже Марио Грибочек Это не игра Это ржач Ну портал Круто Круто Когда вставляют Анимации Такие О боже Сейчас врежется Сто процентов О боже Друзья Давайте на этом закончим 30 минут в принципе сняли Да И я думаю Вам понравилась игра И вы как же всегда Должны поставить Ну 300 лайков И мы продолжим дальше Вы поставили на прошлой серии Это конечно круто Я извиняюсь за то Что я делал так длин Ну долго Фу блин Эту серию Потому что конечно же Вышел бугимэн Мне надо его переводить А перевод Это очень долгое Такое Как бы вам сказать Время И на него Тратится да Много времени Из-за этого Из-за этого То есть серии Выходит очень медленно Но ничего В принципе будем Работать Будем делать Буду стараться Так что Если вы поставите Если 300 лайков Будет Сразу следующую серию Мы забацаем С вами был Блодный Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И не забудьте В принципе Репостнуть себе на стену Вконтакте Если вам понравилось видео Че там Че подумаешь Друзьям рассылай Да там Все Все пока Всем Хау